здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня я представлю вам обзор книги эриха мария ремарка черный обелиск прошу вас перечисляйте мне донаты на помощь в развитии канала чтобы видеть больше видео донаты переводите по ссылке в описании на донейшн алертс всего достаточно будет 100 рублей больше не надо и ссылка будет внизу переходите переводите и я вас благодарю за то что вы поддерживаете меня действие романа эриха марии ремарка происходит в начале 20-х годов 20 века в германии в одном из провинциальных городов германия разгромлена в ходе первой мировой войны участники войны возвращаются обратно в германию и начинают жизнь его практически с нуля главный герой роман от как от лица которого ведется повествование он также участник войны он работает в похоронным бюро братьев кролей главного героя зовут людвига бодендик и от его лица ведется повествование начале двадцатых годов германия оказалась в тяжелейшей ситуации и на момент когда автор описывает сюжетную линию романа в германии идет гиперинфляция цены растут каждый день и одно из главных задач жизни и выживания в такой ситуации это получить ежедневную зарплату и тут же ее потратить на что-то и в начале романа есть такая зарисовка что владелец конторы похоронной конторы выплачивает вот этому главному герою выплачивает жалование и он хочет купить себе галстук который давно хотел и он должен это сделать именно сегодня потому что завтра курс доллара вырастет и цены также вырастут в целом впечатление от романа скорее нейтральные мне не очень нравятся романы которые описывают повседневность роман черный обериск написано в жанре повседневности повседневности это значит описание того что происходит с героями в повседневной жизни как они работают как они ходят по кабакам как а тот человек от лица которого ведется повествование людвиг он кроме этого чтобы за чтобы заработать себе бесплатный обед он ходит играть на органе в церковь а при церкви организован приют лечебница для душевно больных где он находит себе возлюбленную но к сожалению да он ходит к ней поддерживает ее в течение того времени про который идет роман описано в течение того срока как а то о котором речь идет в романе того времени которым речь идет в романе он ходит в эту лечебницу поддерживает ее настоящее имя этой душевно больной женевьева а она называет себя изабеллой но потом проходит какое-то время и она излечивается и она вообще полностью все бывает полностью про людвига про то что она когда-то хотела быть с ним и так далее и людвиг видя что нету у неё у него здесь больше никаких причин оставаться в этом городке он уезжает в берлин его приглашают в работе в газету или какой-то журнал письмом и он решает решается отправиться в белье в берлин это коротко о сюжете романа что какие впечатления вызывает этот роман такой какой-то гнетущий безысходности и беспросветности кажется что вот это погоня за курсом доллара никогда не кончится что этому главному герою предстоит до конца своей жизни ходить в эту церковь играть на органе и потом получает за эту игру вечерний обед вместе с пастырем этой церкви и там стакан какого-то очень дешевого вина на ужин и до гнетущие впечатления оставляет этот роман и постоянно на по приходе себе напоминать что это автор описывает быт после первой мировой войны то есть когда германия была полностью разгромлена и у нее и у ее граждан практически не оставалось того чтобы работать от зари до зари находить себе какие-то простые мирские развлечения это вкратце такой может быть сумбурный отзыв обзора на книгу эриха мария ремарка черный обелиск спасибо вам за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео до новых встреч желаю вам всего доброго